так дорогие друзья дядя сереж с вами уже один сейчас я отправляюсь небольшое путешествие я еду в зал в принципе этот зал более-менее конечно же можно потренироваться даже нормально на самом деле при желании но я хочу сгонять в прекрасный зал в котором будет потрясающее оборудование от компании импульс и как мне сказал там премиум линейка рычаги должны быть и блочные тренажеры если не ошибаюсь короче сейчас будет путешествие на метро я решил поехать на метро потому что здесь огромные пробища и такси наверно и займет минут на 30-40 метро их и 30 минут на еще от метро 30 минут эти короче далековато я надеюсь мы справимся я без знания английского я не катался на метро в бангкоке ваще давненько если метро не катался сейчас мы будем все это методом жестов улыбок я думаю проходить как потрясающий отель красивый здесь так все прям приятно пахнет хочу потрясающий садика девочка мне говорит говорит давай уходи даже кувшинки расцвели на солнышке какая красота просто вообще как его на пхукете я бы хотел сесть на байк да поехать и надо было этим кстати под заморочиться и найти какой-нибудь в аренду где здесь взять правда не знаю меня нет тайских прав если на пхукете это решается вопросом не знаю тысяча двумя тысячами бат то как дела обстоят здесь мне если честно непонятно я ща поеду одно вроде бы станцию по верхней вот ответь сверху это получается метро надземная короче кайф главное чтоб машина не сдавила но когда-то здоровый то все это задеть себя легче так и первое препятствие вангкок сразу же проверяет меня в этот 35 градусную жару где-то болташечки должны побольше ступенечек сайт там вот есть лифт я видел для инвалидов и для ленивых так где монополь мы находимся вот здесь а нам надо вот сюда что это кинуть на карточку на карточку а о а сразу же какой-то препятствие так все надо разобраться так мне походу надо еще будет попорами нажал куда эти станции меня их нет и андрид анд форти сикс милиц лейтэр так короче я понял купил карту на полпути мне надо еще наверно будет велкам пройти очень за рекламу с кулистых мужиков так короче друзья мы идем смотрите какой прекрасно сейчас мы проедем несколько станций вот у меня тут вот до сюда я заплатил тут походу надо выйти перезаплатить и въехать дальше наверное я надеюсь потому что мы поедем на надземном транспорте как я понимаю надземный и подземный нужно переходить нужно доплачивать переплачивать и так далее я хочу пойти в последний вагон либо в первый вагон которым нету окон точнее есть окна они не заклеены вот про что я говорил эти окна у них будет видно конечно но вот в этих наверно будет видно получше ну что я уже здесь стою кстати пять минут этого железного червя о а едят пять минут короче и он на месте я походу не сюда пришел встав в daar А здесь, смотрите, сколько народа. Оба! Сорь, 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 сорь. Оба, чик, 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 чик. Оба, Григорий, я тут верю. Тут, кстати, прохладно. Тут кондейчики работают. Вот, иди там, все. Вау! Какая красота, да? Потрясающе. Сиам, это моя станция, кстати. О, высоко мы едем. Страшно даже немножко. Очень кайф. Удовольствие, блин, такое, за 50 бат. Идем, 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 идем. Так, платформа 3. Походу, нам надо вниз. И, короче, тут по трем этажам ходил, хотя мне надо было просто, вот, выйти из вагона. И вот, пожалуйста, в очередь за парнишкой встать и ехать. Нет же, блядь. Надо все было усложнить. Представляете, как здесь централизовано? Вот вход, видите, там стрелочка. Вот там выход. Все в очередь встали. Все молодцы. Так, мой челлендж продолжается. Теперь мне нужно наземное метро. Вот оно. Четучак. Здесь сразу какой-то, кстати, парк. Красивый. Ну, вот же написано. Четучак парк. Что же вы не видите, что ли? Все же элементарно. Теперь мы спускаемся в подземелье. Здесь, кстати, метро не такое, как в Санкт-Петербурге, где ты год спускаешься в это подземелье. Здесь это все. Я уже внизу. Сколько это? 5 метров, 7 метров. Прохладно здесь, кстати, мне уже это безумно радует. Вулькомат стоят. Люди, что за люди в очереди? Мне люди в очереди не нужны. Ой, здесь сразу можешь купить поесть. А, это получается в туалет. Девочки в очередь в туалет стоят. Оба. Что-то кому-то языком жестов показывают. И смотрите, вы в метро видели такое, что вы в метро спустились там где-нибудь в Москве? И вот вам, пожалуйста, за 10 бат. За полтора, сколько это? За 30 центов сосисечку навернуть. Вообще потрясающе. Так, что у нас дальше? Че это такое? Офинир? Ну, я не понял. Ладно. Вон там явно мои аппараты. Идем к ним. А у меня, да, на Четучак. А мы сейчас на Четучак парк. Опять я столкнулся с какими проблемами. Ни хрена мне не купить. Я тут что-то стоял, стоял, тыкал. Тут, получается, почему-то нету красной ветки. Здесь вот только синюю я нашел. В этом дурацком банкомате. Вот там вот. Походу мне придется ехать вот каким-то 17 баров до сюда. А дальше там разбираться мало. Так, ну что, здесь, кстати, дали жетончик. Я решил доехать хотя бы докуда-нибудь. Две станции. Челлендж походу разделен не на два этапа, как я думал, а на три каких-то этапа. Теперь мы доедем до красной линии. Это две станции. И дальше, надеюсь, будет следующий какая-то пересадка. Где-то надо будет заплатить. И все. На этом все. Мне еще 30 минут до зала идти пешком. Или такси поедет. Хер вот. Сейчас подумаем. Монетка пластиковая. Еще одна получена. Одна станция. И я, ну я буду находиться в чату-чаке. Открыть ворота для меня. Я прошел. Челлендж. Да, лишних 30 минут, наверное, я на него потратил. Рано я радовался. Челлендж еще не закончен. Чуть не сел я не в тот поезд и непонятно никуда уехал. Ладно. Мне надо. Хорошо дядька мне сказал. Говорит, не туда идешь. А то уедешь. Не в чатучак. А в какие-нибудь ебени. Так, короче, я успел в вагон в тот, в который чуть не зашел. Человек говорит, не туда. Я в девочке охране спросил. Она говорит, иди на третью платформу мне по-русски. Вот. Сейчас мы пойдем этот челлендж уже до конца. Ух. 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 На улице 37 градусов, 2 часа дня. И я решил дойти до зал пешком. Конечно, очень мудрое решение. Очень правильно. Полтора километра идти в жарищу. Еще если солнце выходит, так это еще и сгаре есть тут. С моей белой кожей. Так, ну что. Вот он я и добрался. До этого зала. Еще надо найти, понять, где вход. Оба. Скорее всего, вот здесь, может быть. Один из входов. Вот он зал. А лет мне туда попасть. Походу я зря сюда поднялся. Ну вот он. Оборудование Impulse со стерлингом здесь должно у нас быть. Wellness Club Platinum. Не знаю, как тут вход у нас заходит. Да, мы зашли. hello miss a place one day one one visit yes собственно зальчик так что-то у нас есть все на самом деле свеженькая новенькая красивенькая рычаги блочные тренажеры короче кай а можно даже по скалолазить что подолбить игрушу перчатки пожалуйста все эти свежие лапки так друзья нашел мне есть примерно часик на тренировку 7 будем тренировать вверх тела и попробуем вот этот хочу попробовать на самом деле практически все тренажеры потому что много наверх вот этот рычаг у нас со спиной мы начнем с них потом есть блочные я тут уже пробежал посмотрел зал на самом деле хорошо оборудован хорошие наборы тренажеров вот этот мне нравится вочный тренажер с упором грудь регулируемый здесь рука можно чуть шире чуть уже все вот это кайф вот это кайфовый тренажер сто процентов даже не пробовал но уже я знаю что он кайфовый потом что у нас это на плечики тоже надо будет обязательно попробовать вот это я повторил такие ручки саредовать его два варианта хват плюс они еще у нас ходят туда-сюда можно под разную ширину вообще мне кажется это вот прям широчайший то место которым не не хватает ширине спины начался таймер отсчет именно то что нужно вот этот будет пробован мноем так гравитрон не принципе оттягиваться не надо и вот этот тренажерчик с разными вариантами получается у нас ручек и вот здесь тоже ладно начнем с рычагов рычагов здесь немного здесь рычага у нас сколько три наверно где-то да вот это на бицепс прикольный скамье скот тоже бы желательно и конечно попробовать посмотреть потому что я упробовал у нас на пхукете там тоже стерлинг но был другой там два в одном тренажер это у нас чисто бицепс ладно начнем так первая связка у нас будет это два рычага с упором в грудь а такой лежачий в принципе я часто вижу ребята делают на скамейке когда делаешь ну там примерно под такой угол стоишь скамейку и заводишь гантелями либо вверх либо сторону а вот разгружает поясницу по сравнению там всякие штанги в наклоне в какой-нибудь или тяги с гантелями и обратите внимание какой здесь ход еще тут еще можно навешать не знаю сколько тут 150 килограмм вместо и две двадцать пятки это 50 из-за того что здесь огромный рычаг 50 килограмм это еще надо умудриться сделать реально тяжело это даже ребро можно мне кажется поломать я даже она на пол стал чтобы нагрузку снять немножечко я вообще не понимаю кто тут может сделать все вот эти штуки это про камер стрейч в котором я навешиваю 7 тарелок вот сделать и рычаг побольше две тарелки и ты умер так рычажок следующий на побольше чуть навести все хорошенечко лежит скользит еще место для дисков просто можно тренажер побеждать скорее всего не победишь и никогда бы хух так но это такой достаточно приятный рычаг на грудь больше наверх груди да здесь мог то я не сделал на самом-то деле все а вот мой рабочий будет вес отскок получается 30 55 скажешь страны но не мог и ослабить за за один день не мог же я сломать за один день так на следующий тренажер вот это будет блок будем его пробовать килограмм оба регулировка понятно про прямо откуда надо опа да вот такого тренажера мне не хватает вот именно вот это место чтобы прокачивалась 68 килограмм на 73 я сделал раз наверно 15 так съем блоком супер сеть сделаем на грудь сидеть в легкий съем вот этого тоже мне не хватает особенно с большими весами к работаешь чтобы тебе помогли тут снять приходится подкладывать какие-то валики 73 кайфово что он сводится чуть-чуть впереди его сюда у 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 Жжение прям отлично. Давайте, конечно, ручки попробовать еще. Фу, встал уже. Следующая свелочка у нас будет в этом тренажерчике. Тяга с упором в грудь. Здесь можно делать и узко, и широко. И каждой рукой можно делать. Вот, хороший тренажер, достаточно понятный. Опа! То есть можно сфокусироваться каждой рукой. Но каждой рукой у меня сейчас времени делать нет. Опа, растянул. Широчайшку. Боу! Вывел. Сейчас отлично. Так. Опа! Да, мне очень нравится на тренажерах, когда есть вот подобного плана решения. Что у нас крутится и здесь, и здесь. И можно разно, чуть шире. Потому что все разные, у кого-то ширина плед чуть пошире, у кого-то поменьше, у кого-то руки подлиннее. Кто-то так чуть-чуть чувствует лучше. Поэтому такие тренажеры мне, конечно, нравятся больше. Вот это вообще кайфовое сведение. Какой-то огромный рычаг. Просто так. Вообще. Тренажер. Какой у него вылет. Метр, не знаю, два с половиной. Так, мы комбинируем вот с этим тренажером. Здесь будем пробивать верх груди и трактивить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин. О, что-то тяжело. Что-то как-то все плитки даются с трудом. Интересно, какое движение. Но на самом деле мне пока тот импульс нравится больше, у которой задняя дельта вместе с сведением. Что-то, не знаю, может, я подзабился. Фу. Плечики. Средняя дельта. Бам. Сыроковочку поставим. Так. Где-то ход движения тренажера. Вот здесь. Вот здесь. Вот так, да? Опа! Так, в этом тренажере мне не нравится вообще браться за ручки. Я обычно руки вытягиваю просто вперед. И здесь уже по ощущениям, если у вас есть какой-то дискомфорт, можете попробовать варьировать немножко к положениям кисти. Чего-то мне не дается даже 36 килограмм. 40 точнее. Так, ну что, у нас по тренировке. Я бы сделал примерно где-то два, по два рабочих подходика таких. Вот запампился. Тренировка у меня меньше час сейчас занимает. А вот, сейчас мы ее будем заканчивать. В принципе, достаточно такая быстренькая, хорошая, приятная пампящая тренировка без каких-то больших силовых показателей на тренажерах. На новых я стараюсь их, конечно, не делать. Чисто по ощущениям, потому что все может быть. Хоть и в оборудовании импульс, аэрофит. У нас очень хорошая биомеханика движения. Поэтому в команде там сейчас у нас и Яки, и Александр Федоров, и Гера. Кого там только нет. Я там все больше и больше спортсменов. Особенно тренируется, есть у них в Москве, так скажем, тренажерный зал, где можно приехать, все попробовать. Все оборудование. Оно стоит гораздо дешевле каких-то топовых брендов. И во многих тренажерах оно превосходит их по биомеханике. Ну, а либо где-то они там плюс-минус одинаковые на самом деле. Я не вижу смысла платить за бренд, за такой более, наверное, спиаренный в мире 2-3 раза. То есть это даже не знаю, даже не Морседес какой-нибудь, на котором ты будешь пантоваться. Это зал, который должен работать для качков. Тем более, когда некоторые тренажеры сделаны хреново, но за них просят Х2, я вот это вообще не понимаю. Обратно я уже решил ехать за 10 баксов с парнишкой и котиками вон там на капоте. У них целых большой котик и еще несколько неэлектрической тачки. Мы едем с ним 30 минут.